Настолько нахуй переоценивала свою ценность на половом рынке, что ты вначале думал, что это рофал, блядь. Это прикол какой-то. Она прикалывается, просто издевается. Это троллинг. А потом ты понимаешь, что это нахуй по-настоящему, блядь. Она сидит, ей за 20, у нее было трое-четверо отношений за спиной. Она говорит, я хочу такого-сякого, эдакого, блядь. Нет настоящих мужчин, где их искать, как их найти, блядь. Матвей, дорогой, ты комменты, что ли, отключил? У нас все могут писать комментарии? Вот ситуация. Произошла вчера вечером, рассказываю. Я люблю так, потролливать девушек. У меня такой формат общения. Я люблю легкие реалити-чеки выписывать. Я вижу одна подписчица, которая что-то мне писала, что-то спрашивала. Я открываю ее сторис. Она просто очком своим светит в камеру. Просто очком. Вот, блядь. Трусы, очко на капоте машины. Я в шутку пишу, типа, лицо воздерживающихся представили. Она удаляет. Я говорю, а что ты удалила? Ну, типа, классно выглядишь сексуально. Она мне говорит, да я поняла, что я хочу развиваться не как, типа, выставляя свою жопу. Я говорю, блин, так жаль. Ну, давай, как бы, в качестве благодарности, как человеку, который обратил твое внимание на это слепое пятно. Ты мне этот сторис вышлешь. Мне понравилась твоя жопа. И она мне отвечает абсолютно гениальную вещь. Гениальную. Она мне говорит, а я сейчас прочитаю это, если я не удалил. Я в сигму заливал. Сейчас скажу. Она мне отвечает, в качестве исключения это, возможно, только будет для моего мужчины. И то я подумаю еще. То есть она светанула очком на всю Ивановскую. И теперь она еще подумает, в качестве исключения, эту фотографию показать своему мужчине. Всех убивать, никого не щадить. Там же отрицательный мыслительный процесс. Он просто отрицательный. И это еще подписанное на меня. То есть какое-то некое облучение происходит. Некое облучение разумом. Это я еще и помог. Ответил ей на вопрос и сказал, что делать. Она так со мной разговаривает. Вывод какой. Половой рынок ебанутый. Он перегретый. Я сейчас скажу вещи, от которой вы охуеете, если вы ее поймете. Главный смысл отношений для женщины в современном мире, потому что эмансипированная женщина с точки зрения этологической. Поймите меня правильно. Я ни в коем случае не говорю фактически. Я говорю этологически. Ну вот я скажу обидное про мужчин, чтобы потом не говорили. Это логически. Каждый мужчина, который добивается женщины подарками и все такое, это кукол. Это бета. Это бета-самец. Никто нет. Он этологически себя так поставил. Хотя фактически может быть генералом, бета-сменом. И вот эмансипированная женщина, это проституированная женщина. Это логически. То есть она просто выбирает, кто больше даст. А чего даст? Вот сейчас я вам скажу. Все неправильно понимают. Что именно ищет женщина? Женщина ищет только одну вещь. Какую? Буст самооценки. И более ничего. Только буст самооценки. Каким способом он произойдет, это не важно. То есть это может быть, он будет говорить весь успех из-за нее. Это может быть, что он будет бегать за ней. Это может быть, что он будет бруталным турнирным самцом, который трахает всех подряд. Но единственная и вся необходимость для женщины в мужчине, это буст самооценки ее. И если ты не бустишь ее самооценку, ты ей неинтересен. Если ты перестаешь бустить ее самооценку в отношениях, то она говорит, что отношения испортились, ты охладил, я не чувствую себя личностью. Соответственно, про меня эти бляди, поэтому и говорят, что я максимально непривлекательный, бабы мне не дают, потому что я в отрицательную нахуй сторону их самооценку бущу. И я еще пробуждаю у этих рабов кукол добавлять. И рынок перегретый. В каком смысле? У них буст самооценки бесконечный. И он не просто дефицитный. Он валяется везде. То есть любая баба в любую секунду может срезать и захватить и принять самый главный в ее жизни ресурс. То есть в самом худшем случае она просто выкладывает бледоватую фотографию в сторис Инстаграма. То есть это, ну, как бы, ну, кнопка, блядь, дернутый рычаг спасения экстренного. И как ебаные наркоманки они живут от эпизода буста самооценки до эпизода буста самооценки. Свадьбу они зачем хотят? Не потому, что они женами хотят быть. Не потому, что они хотят готовить, детей воспитывать, жить. Не поэтому выложить себя в платье, что, мол, меня выбрали. Меня не просто ебут, а подписались в рабство ко мне. То есть я сломала его. Свадьба – это сигнал другим женщинам, что она охотник, хищник очень успешный. Завалила, да? Как тигр, как лев, вцепилась в шею нахуй. И убедила мужчину подписать договор, в котором он ничего не получает и все теряет. Поэтому она свадьбу хочет. Вы что думали? Она хочет, блядь, чтобы это? Нет. Они почему и женятся серийно эмансипированные женщины? Женилась, развилась, женилась, развилась, женилась, развилась. Курсы потом ведет по счастливым отношениям. Поэтому рынок абсолютно перегретый. И заполучить нормальному здоровому мужчине женщину можно только не совершая абсолютно никаких действий по бусту самооценки. Никаких. То есть есть адекватные, нормальные бабы, которые хотят жить, любить, быть любимой, готовить, создавать уют. Они мечтают об этом. Им нихуя не надо. Они процесс любят. Им вот это не надо, чтобы ты перед ними стелился. Они хотят чувствовать себя за каменной стеной. Поэтому единственная формула испытывать уважение к себе и не терять честь и достоинство и не быть отшлюхой, которая обслуживает вообще непонятное существо, не обладающее никакими навыками, никакими ценностями, никакой уникальностью, никакой добротой и никакой на самом деле красотой. Это радикальное необслуживание ЧСВ на стадии знакомства. Никаких комплиментов, никаких ухаживаний, никаких цветов, никаких, блядь, доброе утро и спокойной ночи. Наоборот. Она вкладывается, она ухаживает, она делает. Только так и никак иначе. И даже хорошую бабу можно сломать, если начать бустить ей самооценку. В ней просто другая программа включится. Вот и все. Просто другая программа. Вы нормальных баб не видели. Вы ни одной нормальной бабы в жизни не видели. Вы только ебанутых видели. А их 95%. Это еще оптимистичный прогноз. Поэтому, вот меня спросил мой товарищ, он в Тиндере, в Днепропетровске или где-то там, город украинский, в Тиндере написал, прокачу на Камара. И он говорит, она пришла, я его покатал, она пофоткалась, она ушла. Говорит, Арсен, ты мой ментор, почему мы не поебались? Я отвечаю, дорогой, запрос в рынок какой был? Ты покатаешь на Камара. Ты покатал ее на Камара? Он говорит, да. Я говорю, какие вопросы могут быть? Ты же не на себя ловил, на удочку? На мустанге, да, спасибо. Камара это другого человека. Вспоминаются классические директивы дочерям постсовковых короткострижных матерей. Мужчину любить нельзя. В этом и смысл, что они делают все правильно, но ровно наоборот. Все правильно и ровно наоборот. Вы знаете, что Иван Лимриев, в отличие от меня, словами не разбрасывается. Вы знаете, что он никогда не преувеличивает. Вы знаете, что он всегда старается сдержанные самооценки давать во внешний мир и быть очень аккуратным на формулировке. Он на сцене, под камерой сказал, что за всю жизнь... Вы представляете, сколько людей он видел? И самое главное, как он разбирается в людях, как никто в мире. Он ни одной годной бабы не видел для семьи. За всю жизнь. Мужику 30 с лишним хуем лет. Он читает людей насквозь. За всю жизнь конверсия 0%. Ни одной, буквально ни одной годной бабы в жизни не видел для семьи. Ноль. Сотни баб ебал. С тысячей баб переписывался. Десятки тысяч знал лично. Сотни тысяч видел на улице. А он не может не анализировать лица. Он идет и видит. Проживает насквозь. Ноль. Ни одной. В пол нахуй. Ни одной. Ноль, я повторяю. Лучше умереть, чем перестать анализировать. Это база. Выпьем за него. Здоровья и счастья нашему слону. Продолжение следует...